Хорошие мои, всем большой привет, добро пожаловать на канал. Сегодняшний влог мы с вами начнем с распаковки посылки из интернет-магазина Белорис. Посмотрите, какая огромнейшая коробка мне пришла. На самом деле, давно не делала заказ в этом магазине. И знаете, в этот раз будет такая сборная солянка, потому что много всего заказала, и все как-то так из разных категорий. В общем, сейчас открою и все вам покажу. И начну я, пожалуй, с самого большого товара, из-за которого, собственно, коробка и была такой огромной. Это картина по номерам. Очень давно хотела ее себе приобрести, и вот, наконец-то, решилась. У меня размер 40 на 50, называется Южная гавань, количество цветов 29. Посмотрите, какой обалденный рисунок я выбрала. Мне кажется, я буду с удовольствием вечерком садиться, знаете, так релаксировать, потому что, мне кажется, это действительно такой процесс, который успокаивает. Но при этом он довольно такой трудоемкий. Вот, в общем, конечно же, потом покажу, что у меня получилось. Но мне кажется, это просто классная покупка. Так что буду теперь вечерами себя немножко занимать, отвлекать. Дальше у нас с вами будут покупки для волос. Я вам говорила, что я жду вот этот бутылечек от Олен Профессионал. Это Кератин Плюс, классная такая, классный уход. Он сделан в виде спрея. Это как термозащита. Вот, еще один обалденнейший продукт, который вы обязательно должны попробовать. Это тоже такой несмываемый крем-спрей уже. То есть, если тот просто спрей, как знаете, такой более жидкий, здесь это уже в виде крема. Его мне посоветовала Юляшка. И я уже его пробовала неоднократно. Это действительно очень классная штука. 15 в 1 написано. Давайте почитаем. Придает послушность, снижает пушистость волос, защищает от теплового воздействия, разглаживает поврежденную структуру, наполняет волосы кератином. В общем, уже, да, понятно, что средство супер. И так как я его действительно уже попробовала на себе, я могу от себя сказать, что средство действительно достойное. И вы можете обратить на него свое внимание. Дальше я заказала целую линейку Белевита. Да, Белевита, наверное, правильно читается. Во-первых, я взяла шампунь-ламинирование для всех типов волос. Вот так выглядит бутылек. Ярко-розовый. Не фокусируется, не хочет он вам показываться. Вот, вот так выглядит. А здесь же у нас идет бальзам-ламинирование. Уже вот такая вот баночка. По-моему, отзывы были хорошие на сайте. Я поэтому взяла сразу все три продукта. И вот такая вот маска. Маска-ламинирование глубокого действия для всех типов волос. Напишите, если вы пробовали эту линейку, как вам понравилось или нет. Но я вот еще как бы не открывала, не смотрела, ничего не могу сказать. Но мне очень интересно попробовать. Вообще люблю новые всякие средства, средства для волос тестировать. Дальше, что у меня здесь. Это сумочка. Увидела на сайте, она мне понравилась. Такая вот коричневого цвета. Тут у нее висюлька. И два отделения. Чтобы, знаете, летом иногда нужно выйти с собой маленькую сумочку взять. Потому что чаще, конечно, я хожу с рюкзаком. Вот, в общем, два отделения. В одном есть еще один дополнительный кармашек без замка. В другом кармашек с замком. И ремешок. Вот. Не всегда хочется ходить с большими сумками или с рюкзаками, как я чаще это делаю. Потому что очень много всегда с собой беру вещей. Но с такими маленькими сумочками тоже ходить люблю. Следующая покупка – это вот такая папка для документов для всей семьи. Она идет на 4 комплекта. Это я взяла с расчетом на будущее. Потому что мы все-таки еще планируем детей. Одного ребенка, как минимум. И тут, видите, просто... Ну, я думаю, все видели такие папки. Тут для свидетельства о рождении, для свидетельства о браке, для снилсов всяких, паспортов. В общем, мне кажется, штука классная, удобная. Чтобы все документы всегда были в одном месте. Очень удобно. Взяла себе вот такие вот кусачки для кутикулы. Не знаю, как правильно читается этот бренд. Мецгер. Мецгер, наверное. У меня, представляете, упали недавно мои кусачки. И просто один вот этот вот... Одно лезвие, оно просто загнулось. И теперь ими пользоваться нельзя. Потому что они ничему абсолютно делать не могут. Взяла толкушку. Вот такую пластиковую. Потому что у меня сейчас железная. И ей вообще абсолютно неудобно. Я не знаю, чем я думала, когда я покупала металлическую толкушку. Потому что у меня такие кастрюли, которые как бы нельзя повреждать. А я, вот не знаю, в общем, тупанула сама. И взяла вот такую вот расчесочку с острым металлическим наконечником. Это для Вики, потому что я делаю всегда прически, да, вы знаете. А для этого нужно делать красивый пробор. И я это делаю ногтями. Это не очень удобно. Не всегда получается ровно. Поэтому решила приобрести нормальную, профессиональную расческу. И также взяла вот такую вот корзиночку в черном цвете. Для того, чтобы подавать хлеб или что-то вроде того. Булочки, какие-то кексы, когда печешь, чтобы было куда складывать. Сначала выложить пергамент или там какой-нибудь полотенчик. И сюда выложить кексы или хлеб, чтобы будет очень красиво. В общем-то, это были все мои покупки на сегодня. Хотела вам сказать, что у Белорис появилось приложение наконец-то. Где намного удобнее оформлять заказ. Поэтому ссылочки все оставлю в описании. В том числе и на все товары, которые будут на сайте. Поэтому желаю вам приятных покупок. Посмотрите, какая у нас сегодня прекрасная солнечная погода за окном. Какое яркое солнышко. Но на самом деле, это солнышко очень обманчивое. Потому что, когда я вела сегодня векуша в детский сад, я думала, у нас просто снесет ветер. То есть, вот так в окошко смотришь, думаешь, какая прекрасная погода. Сейчас бы погулять. А выходишь и думаешь, быстрее бы забежать домой. У меня сегодня наконец-то дошли руки до окна в комнате. Сейчас сняла шторы. Помните, я вам говорила, что хочу их укоротить. Но прежде чем укорачивать, нужно их постирать. Чтобы они сели. Потому что мне и зрительницы писали. И девушка, которая родителям в доме оформляла все окна. Шила там занавески. Ну, в общем, она делала полностью под ключ. Вот это все оформление окна. Она говорила, что в Икеа брать шторы она не советует. Потому что они очень сильно садятся после каждой стирки. И поэтому я буду сегодня стирать шторы при температуре 30 градусов. Прям вот самая-самая такая деликатная стирка. Чтобы они, ну так вообще, не испортились. Вот. Они трехметровые. Естественно, они очень сильно прям вот лежат на полу. Это мешает и когда ты убираешься. Когда жорик, да, пылесось, то он может занавеску засосать. Поэтому мне приходится их все убирать на подоконник что-то класть. У меня здесь еще столик стоит. На столик кладу. В общем, это неудобно. Вот. И я очень рада, что я сегодня наконец-то за это взялась. Тюль мы тоже будем укорачивать. Хотя он покороче, чем шторы. Сантиметров на 20. Но, тем не менее, видите, все равно это все вот так лежит. Это неудобно, некрасиво. Поэтому буду исправлять. Потом вам, конечно же, покажу, что получилось. И раз уж я начала этим заниматься, так же я, конечно же, и на кухне тоже окно приведу в порядок уже наконец. Сегодня утром Викуля меня попросила сделать маффины. Так что сейчас вместе с вами их будем готовить. Я решила сделать шоколадные маффины с кусочками горького шоколада. Значит, что нам для этого понадобится? Мука, сахар, какао, горький шоколад. Его, конечно, добавлять не обязательно, но с ним будет интереснее. Яйцо, кефир. Также у меня здесь ванилин, разрыхлитель, немножко соли. Также растительное масло и совсем чуть-чуть пищевой соды. Конечно, количество всех ингредиентов я, как обычно, укажу в описании под этим видео, чтобы вам было удобней. Ну, а мы будем уже начинать готовить. О, here you are, face to face, in this trashy bar. Another closet, I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. But you got my attention. So you were saying. Oh, no. I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. So, now we're going to make a piece of paper. Мы как-то давным-давно покупала их в фикс-прайсе, такие симпатичные. Вика будет просто в восторге, когда увидит маффины. Достала уже противень, сейчас буду все на него выкладывать и отправлять в духовку. Из того количества ингредиентов, которые я вам показала, у меня получилось 9 маффинов. Сейчас я буду уже их ставить в духовку, выпекать буду при температуре 200 градусов, где-то 25-30 минут. Ребята, я только что отпустила курьера, и знаете, что он мне принес? Мы ее получили, мы ее дождались, ребята, это наша с вами награда. Ой, у меня, знаете, у меня сейчас реально нет слов, у меня одни эмоции, поэтому я, наверное, сейчас какую-нибудь фигню сморожу, но я безумно вам благодарна. Если бы не вы, я бы не получила эту кнопку, мы сейчас, конечно же, вместе с вами ее откроем, я покажу. Вы представляете, вы представляете нас 100 тысяч, это просто, это просто что-то нереальное, спасибо, что вы со мной, спасибо за каждые ваши добрые комментарии, за вашу поддержку. Вы всегда рядом, вы всегда поднимите настроение, если вдруг у меня его нет, и вы всегда подбодрите, поддержите, за что я вам безумно благодарна, я вас очень люблю, Вы действительно уже часть моей жизни, вы мои друзья, и эта награда достается нам с вами, поставлю ее на полочку, и буду, буду постоянно радоваться, вспоминать о вас. Ну что, вы готовы? Я сама еще ее не видела, я ничего не открывала, хотела сделать это вместе с вами, давайте смотреть скорее. Так, лежит поролон, дальше лежит письмо от YouTube с поздравлением. И вот она, вот она наша красотка, смотрите, написано «Таисия С». Какая она классная, ребята, надо скорее ее достать из попавки. Я, честно, даже не думала, что она такая классная. Ребят, все, мы ее дождались, мы ее получили. Теперь стремимся к следующей кнопке, оставайтесь со мной, будет интересно. Ну что, маффины уже готовы. Ой, вот посмотрите на эту прелесть. Аромат на всю квартиру стоит. Сейчас будем пробовать. Ну, в общем, вот такая вкусняшка в итоге получается. Обязательно готовьте, уверена вам и вашим семьям очень понравятся эти кексики. Сейчас, кстати, покажу, как они выглядят в разрезе. Один специально сломаю и покажу, как он выглядит внутри. Ну, а теперь мне нужно быстренько разобрать чистое белье, разложить все вещи по местам. В этот раз их, кстати, не так много. Мне тут в прямом эфире написали, что я давненько не показывала, как складываю одежду у Вики в комод, организацию хранения ее вещей, поэтому решила заснять этот процесс. Некоторая часть ее вещей хранится в комоде. В основном это домашняя одежда, пижамы, колготки, трусики, носочки, все такое. А одежда, которую мы носим в садик и вообще за пределами дома, хранится на плечиках в гардеробе. Для организации хранения вещей в комоде я давно использую органайзеры из Икея. Они очень удобные, тканевые, плотные и отлично держат форму. Я вообще, как вы знаете, любитель всевозможных органайзеров, коробок, корзин, потому что, во-первых, это всегда выглядит очень красиво, аккуратно и сразу понятно, где что лежит. И, во-вторых, они помогают дольше сохранять порядок в комодах и шкафах. Продолжение следует... После прошлого влога многим стало интересно, как происходит получение кнопки, так что сейчас вам все расскажу. На самом деле, как только ваш канал переступает порог 100 тысяч подписчиков, он отправляется на проверку. То есть специалисты проверяют, не для каких-то нарушений на канале, соответствует ли он требованиям YouTube и все в таком роде. Ну, в общем, больше, наверное, это касается авторского права, но я точно не знаю. Потом, если все хорошо, через неделю, но эти сроки могут растянуться до 2-3 недель, в творческой студии на панели управления появляются уведомления с кодом, которые нужно ввести на специальном портале. Вот. У меня 100 тысяч подписчиков на канале стало до Нового года, то есть это в середине декабря. И я послушно сидела, ждала, думаю, ну даже если не неделя, да, через 2-3 недели мне там уведомление придет. И, в общем-то, я сидела, ждала, ждала уже середины января, а мне никаких вообще кодов, никаких оповещений не приходит. Я решила написать в службу поддержки, узнать, в чем дело, чтобы хотя бы примерно понимать, есть какие-то нарушения, нужно что-то исправить, или же они просто, ну у них большое количество каналов на проверке, они там не успевают, например. Вот. Оставила им свою почту, и они со мной сами связались. Девушка написала, что поздравляю, все классно, вы молодец, поздравляем, что у вас такой результат. Она сказала, что сейчас я сообщу, чтобы специалисты проверили ваш канал, и буквально там день, да, наверное, день, даже не два, мой канал был проверен, она мне на следующий день написала, сказала, что все хорошо, вот ваш код, перейдите вот по этой ссылке и вводите все данные. Там надо было ввести данные о доставке, название моего канала, как раз, что, что еще, ну в общем все данные, там все понятно, да. И потом мне присылают письмо уже с подтверждением, говорят, что все хорошо, типа кнопка ваша изготавливается, через 2-3 недели будет у вас. Ну и потом, собственно, включился режим ждуна, где-то, наверное, через неделю мне пришло письмо от службы доставки УПС, где мне тоже нужно было заполнить данные, в общем там, ну, по пунктам, если вдруг вам надо будет это сделать, вы все поймете, разберетесь, там ничего сложного нет. Все, там я тоже эту форму всю заполнила, отправила. Потом мне на почту пришло еще одно письмо уже с документами, с вложениями, там было два вложения, что-то гарантийное что-то и объяснительное. То есть я там писала, что я получаю награду за 100 тысяч подписчиков от YouTube. В общем, эти документы нужно было, соответственно, распечатать, заполнить от руки, сканировать и отправить ответным письмом вот тому адресату, который мне это все прислал. И все, это было последнее. Вот такое вот, видите, долгое-долгое... Много, короче, надо было действий проделать, чтобы получить кнопку. Но на самом деле, мне кажется, так, ну, в плане того, что проверка начинается не сразу, не у всех, просто, ну, мне не повезло, что мой канал не стали сразу проверять. Поэтому мне пришлось какие-то дополнительные действия для этого проделать самой, да. Вот, в общем, вот такая вот история. Что-то я как-то так долго ее рассказывала, хотя на самом деле рассказывать-то особо нечего. В общем, надеюсь, вам было интересно послушать вот эту вот закадровую историю, закадровую жизнь блогера, как это все происходит. Но самое главное, кнопочка у нас. Я очень-очень этому рада. Так что спасибо всем огромное. А кто это у нас из детского сада пришел? Это я, Вика. Привет. Уже пришла, и я ей по дороге рассказала, что Маффины сделала. Вот. Будешь кушать? Да. Э, сначала ужин, потом чай с кексами, да? Ты рада? Да. Ну что, главный мой дегустатор. Давай пробуй кексик. Вкусный. Вкусный? Угу. С какао, с шоколадом. Советуешь зрителям приготовить? Да. Привет. Привет. Ты что, залежу ко мне на нож? Простите, ребят, моя куколка лула, залежу ко мне на нож. Опять в туалет? Да. Ты что? Я тебя просто сазала в нож. Что? Правда смешно, ребят. Опять в туалет сосед мне на нож. Ага. У нас уже поздний вечер, и меня что-то так пробило вот на эту вкусняшку. Нарезала помидорку, сделала сырный салат. Здесь у меня сыр, майонез и три зубчика чеснока. Он такой прям остренький. Знаете, как я делаю? Вот так беру помидорку, немножко солю, потом выкладываю таким образом сыр, и получается просто нереальная какая-то вкуснятина. Я уверена, что у кого-то из вас потекли слюньки, и вы тоже сейчас пойдете это сделаете. Так что желаю вам приятного аппетита. Что ты тут делаешь? Мам, я Дед Мороз. Это была твоя борода? Да. В общем, расти жопка называется на ночь глядя. Давненько я вам не показывала красивую вечернюю казань из нашего окна, так что ловите. Вот такой вот потрясающий вид, на котором мы закончим сегодняшний влог. Я вам желаю всего самого замечательного, самого доброго. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»